Субтитры сделал DimaTorzok Так, давай, на улицу, быстро, срочно, а то сейчас поумирает, и все там выезжайте, выбегайте на улицу, там реально пожар! Уже даже эта мелкая начальница, которая, дочь большого начальника и жены начальника, уже в обморок стукнулась. Так, короче, когда происходит пожар, срочно надо притащить мокрые полотенца. Я когда в школе учился, нас вот это обучали этому, чтобы мокрые полотенца на лицо себе натянуть, и вот это дышать так через дым и не задохнуться. Все, мы тогда с кувалдой сейчас топаем к нам в эту камеру, притащим мокрые полотенца и вернемся. Давай, кувалда, медленно назад, но уверенно топаем нашу камеру. Сейчас притащим парочку полотенцев, сейчас вот на всех мы эти мокрые полотенца притащим. А ты бы начальник за нами сюда не топал? У тебя там жена в обморок сзади упала! Начальник, иди вот это, про свою семью побеспокойся, псих ненормальный, кувалда! Жопу в руки, побежали давай! Побег из тюрьмы нас с тобой ждать не будет. Так, давай, 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 проходи, но самое главное убедись, что за нами там никто не топает, и идем с тобой в нашу камеру. Давай, засандаливайся быстренько внутрь. Так, там никого нет, вроде никого. Так, короче, кувалда, вот этот сранник, нафиг, вот это, забираем, помаленьку залезай туда внутрь, а я тогда заберу этот свой компьютер, на нем очень много нужной информации. Так, файлы вроде все выкачал, которые здесь были, флешки тоже вроде все забрал. Сейчас надо забрать этот кампуктер и положить его как можно дальше. И вот эту картину тоже нафиг заберу, не буду же ее оставлять здесь вот этому вот маньячели. Так, вроде все забрал. А сейчас, кувалда, мы отсюда валим как можно скорее, пока начальник нафиг сюда не вернулся, прыгай. Начальник! А вы че это здесь делаете, а? У вас же жена и дети там на улице в обморок кокнулись. Вы такой фиг к нам с кувалдой в камеру сюда притопали, а? Где полотенце? Да, если бы я стал начальник, где у нас здесь полотенце есть. Ну вот с кувалдой уже всю камеру обыскали, нет у нас здесь в тюрьме ни одного полотенца. Ну так вот, смотрите, сзади вас вот этот календарь висит. Вот его сломайте, воду вот это вот намочите и своей жене колбу приложите. Я уверен, что ей намного легче станет. Все, давайте начальник на выход, жене, детям привет вот этот. А мы с кувалдой пока продолжим искать вот эти вот, ну, самые полотенца, начальник. Уматывайте. А что с кувалдой? Ему это, ему плохо? А, с кувалдой? Да, бедняжка просто бежал, споткнулся, упал головой и разбил этот керамический унитаз. Сейчас лежит без сознания. Ну ничего, я сейчас тоже найду мокрые полотенца и ему тоже на лоб их приложу. Не волнуйтесь, начальник, он обратно вернется в сознание. Вы идите детей спасайте. Давайте, давай, 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 начальник. Потопал, потопал в ту сторону. Побежал, побежал, дорогой, как будто в последний раз. Фух. Чуть не спалились нафиг, кувалда. Ты, ты, вставай, давай, я тебе не буду мокрые полотенца к лбу вот это прикладывать, как ты мог подумать. Давай, пердухайся, быстро туда, в наш тоннель. У нас с тобой нифига нет времени, кувалда. Этот начальник сейчас чуть не спалил все, что мы здесь с тобой рыли последние несколько недель. Так, ты туда не топай, кувалда, ты на шухере лучше вот здесь стой. Если кто-то вдруг вернется, ты, кувалда, сразу об этом и скажешь. А я пока продолжу рыть эту ямку, пока вот этот вот начальник разбирается со своей женой, со своими детьми. Правда, фиг его знает, сколько у меня сейчас времени понадобится, чтобы эту дыру нормально до конца разрыть. Но сколько понадобится, столько рыть и буду. Ааа, еще немного осталось. Я-то, конечно, этот кувалда сюда протистусь уже, если хорошечно постараться, но вот ты, жопа кабанячая, в реалии сюда влезешь, я тебе так скажу. Ой, у нас проблема. Да я тебе говорю, кувалда, то что у нас офигеть какая проблема. Я через эту дыру запросто пролезу, а ты вообще не пролезешь. Тебе жрать надо меньше было в детстве, а то ты реально разжирел просто. Тебе надо два блока в ширину таких выкопать, чтобы ты сюда поместился, кувалда. Не-не-не, у нас реально серьезные проблемы. Да я тебе говорю, то что у нас офигеть какие серьезные проблемы, кувалда. Я бы давным-давно бы уже вылез отсюда через вот эту вот дыру, а ты, нет, ты сюда не поместишься. Обернись назад, срочно! Да я бы с большим удовольствием туда обернулся, но нам еще копать здесь и копать, кувалда. Чего ты от меня хочешь, я понять-то не могу, а че мне оборо... Вы это, лишние телодвижения, самое главное, не делайте, пожалуйста. Никто из нас здесь пострадать не хочет, все верно, начальник? Ага, поэтому опустите ствол, пожалуйста, как можно ниже туда, давайте. Стойте на месте и не рыпайтесь, или я буду вынужден стрелять. Да никто вас как бы не вынуждает стрелять, начальники-то, вы сами себе придумали то, что вы вынужден стрелять. Никто вас не вынуждает это делать. Слушайте, ну мы же можем по-хорошему как бы разойтись и никому не усложнять жизнь. Ага, вот я так думаю. Нафиг, кувалда, надо че-то делать! Вуууууууууууаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа... А помогать, пожалуйста, ещё парочку здесь блоков осталось. И в принципе, кувалда я могу попробовать отсюда вылезти. Жопу свою тащи, давай быстренько сюда наружу, вот. А сейчас кувалда надо это всё застроить быстренько вот так вот сральником. И вот этими блоками, на, застраивай. Чтобы вот этот вот начальник за нами сюда не бежал, давай. Ещё немножечко вот так вот сюда, чтобы просто усложнить потом выход начальнику. И в принципе, как, ну всё, пофиг, давай побежали вот сюда кувалда. Так, а сейчас не такая, конечно, сложная часть, как была сейчас. Тоннель нам рыть огромный не надо будет. Но нам надо как-то перебраться через вот эту вот огромную решётку кувалда. Так, а вот здесь именно ты мне сейчас и понадобишься. А ты прям для этого был рождён, кувалда. И именно из-за этого мы с тобой в начале вот этой вот тюрьмы познакомились. Сейчас ты должен выполнить своё предназначение. Башкой стукнуться об железную вот эту вот дверь и сломать её к чёртовой бабушке. Чтобы мы нафиг отсюда убежали как можно скорее. Ты готов, кувалда? Наконец-то я увижу своего сынишку. Вот именно, кувалда, вот покажи этому забору, кто здесь самый крутой в этой тюрьме. Давай! Ну слушай, кувалда. Я в тебе ни на капельку не сомневался. С самого первого момента нашего с тобой знакомства. Жопу давай поднимай, хватит её прохлаждать. Вылезай давай сюда быстренько, пока начальник нас нафиг не догнал. Ты чувствуешь этот запах кувалды? Ты чувствуешь? Это запах свободы. И последний месяц мы с тобой нифига его не чувствовали, потому что находились там в четырёх стенах в этой тюрьме. А вот сейчас мы с тобой свободны, получается. И наконец-то я сам могу пойти самого вот этого своего сынишку видеть. Стёпу видеть, Рикарду видеть, Генку видеть. И наконец-то разобраться с Катей. И решить раз и навсегда всю эту нашу проблему и ссору. О, нифига, у тебя тоже есть сын. Так получается, мы с тобой вдвоём, папы? Ну, получается так, кувалда. Только ты настоящий папа, а я как бы приёмный. Потому что мелкий у меня тоже приёмный получается. Я как бы ещё слишком молодой для того, чтобы детей рожать. Поэтому как бы пришлось усыновить потопали кувалда. План-капкан получается. Дальше нам с тобой надо попасть в квартиру одного моего хорошего друга. Мы с ним просто договорились перед тем, как я начал сбегать из тюрьмы. Когда они приходили и посещали меня в ней. То, что после того, как я сбегу из тюряги, я не побегу к себе. Заходи внутрь. Заходи. Заходи быстро внутрь сюда. Закрой за собой дверь. За собой. Так мы же ещё даже из тюрьмы выехать не успели. Они чё, нас уже ищут или чё? Я понять не могу, кувалда. Так, короче. Я тебе говорю, я со своим одним хорошим другом договорился. То, что после того, как я сбегу из тюрьмы, мы пару деньков или даже неделек проведём у него. Здесь нас полиция точно искать не будет. Поэтому ты кувалда частенько за спинку к себе вот туда подглядывай, чтобы никто к нам сюда подкрасться не смог. Ни начальник, ни полиция, ни кто-то ещё. А вот сейчас, дружбан мой, о котором я только что говорил, Генка, вот этот вот, дверь нам, откроет. У него, конечно, однокомнатная квартира, но как бы в тесноте, да не в обиде. Вот это, переночуем-то месяцок, а после этого свалим с тобой куда-то. Генка, ты мне дверь эту сраную откроешь или нет? Ты пароль назови. Мелкий жопа кенгуру. Вот пароль. А сейчас проходим сюда. Кувалда, Генка, спасибо большое. Проходи, проходи, проходи. Не стесняйся, кувалда. Ныне это твоя новая семья. Генка, мелкий вот этот засранец-хулиган. И Стёпка, ты смотри, как нарядился. Уже лето для тебя наступило, да? Господи, вы себе даже не представляете, как я сильно по вам соскучился. Да мы реально месяц с вами уже не виделись из этой проклятой тюрьмы нафиг, Стёпка. Так, а сейчас разойдитесь по углам. Разойдитесь по углам и разрешите представить нового члена нашей банды. Кувалда! Да ты не стесняйся, не стесняйся, кувалда. Заходи, проходи. Чувствуй себя как дома. Вот. Давайте тогда знакомиться, получается. Кувалда, это мой мелкий крендель. Вот этот вот мелкий. Мелкий-мелкий крендель, вот. Это Генка, старпёр вот этот на пенсии. А это Стёпка, получается. Самый неприбабахнутый в этом городе. Чё за фигня происходит? Да ничего, уже нас успели найти, что ли? Мы же только что из тюрьмы убежали. Рты лишний раз не открываем, сидим, пердим и молчим. Разбивайтесь по всем углам и не подаём вид, что в этой квартире кто-то есть. Как начальник вообще нашёл место, где живёт Гена, а? Ты чё псих ненормальный? Ты куда так стреляешь, чтобы нафиг ковёр даже сломался со своей вот этим автоматом? Начальник, опусти оружие, не наделай фигню, пожалуйста. Я же вас предупреждал, чтобы вы не рыпались. Я же вас предупреждал, надо было меня слушаться. Спокойно, начальник, мы все люди, мы все сможем между собой договориться. Не делай какие-то поспешные выводы. Начальник, аккуратно, мужики, мелкий. Не шевелимся и резких движений, что самое главное, не делаем, кувалда. Начальник, успокойтесь, здесь никому не нужны проблемы. Опустите оружие. Генка! Ты чё наделал? Вот это, сатана тюремная, ты свой автомат этот, подальше себе туда засунь! Генка, ты как жив? Вся жизнь пролетела перед глазами. Наконец-то я скоро встречусь со своей звинкой. Ничего ты сейчас наделал, начальник! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok